Привет! В данный момент я нахожусь на тестовом сервере, на пиар-сервере, если точнее, на который уже прилетели вертолеты. Как вам? Такая хреновина-то, а? Всё, уже здесь скоро приедет и на лайф. Приедут винты, приедет новый режим, приедет с батл пастом со своими этими наградками самыми разными. Сейчас мы с вами всё подробности посмотрим. Но, по крайней мере, мы это посмотрим в тех подробностях, в которых оно доступно на пиар-сервере. Опять же, не забывайте, что это не лайф. Пока оно доедет ещё до лайва, всё может поменяться. А может, это нет, фиг его знает. Боже, как меня закрутило, завертело. Всё в порядке, да, абсолютно. Всё отлично. Итак, батл пасси, новая высота. 120 дней, значилось здесь. Поехали по наградам. Сразу же первым чертежом нам выдают авиатор. Что за хрень такая авиатор? Авиатор – это, по сути, набор, который вы получаете сразу с самого начала, для того, чтобы участвовать, воевать в новом режиме. Ну и что касается этого нового режима. Бронелёт. Новый слот здесь. Бронемобиль – это тот слот, в котором ваш чертёж раньше стоял и будет дальше стоять. И слот для левиафана. При выборе бронелёта вам будут доступны новые режимы. Вот они, например, за проводами. И здесь, соответственно, указана иконка того самого бронелёта. Металлолом, провода и аккумуляторы, соответственно. Для наземки точно так же металлолом, провода и аккумуляторы остаются. То есть вы можете взять чисто наземный крафт и кататься без каких-либо вертолётов. Можете взять наземный крафт и пойти в режим к вертолётам. Но если вы уберёте вертолёты, то вы сможете ходить с ним только в режим вертолётов. И всё. Соответственно, на самих режимах вон пиктограммке нарисована. Здесь и машина от 5000 Ома, например, и вертолёт от 5000 Ома. От 4000 провода, ну и металлолом там, без каких-либо лимитов. Далее. О наклеечкам, всяким аватарочкам я не буду особо акцентироваться, останавливаться. Конструкционные детали. Скат фюзеляжа узкий. Три пина на четыре пина на один пин. Кстати, прикольные костлявые арты, можно будет с ними лепить. Далее. Подшипники. Подшипники это аналог зажигалок, по сути. На что их тратить, покажу чуть попозже. Ещё две небольшие конструкционки. Что у них там, ПХП? 25, масса 48. И винт буревестник, соосный. Что касается винтов, давайте глянем. Они у нас теперь будут самые разные. Будет синий должен быть. Ну, а, он у меня сейчас установлено. Стоковых, кстати, синих нет, походу так. Снял его с вертушки, теперь появился. Синий, главное, только один. Здесь на прессах, а остальных по десятке. Ну, ладно, не суть. Чайка. Прочность 176, масса 270. Фалка. Прочность 254, масса 390. Ну и, кстати, высшая грузоподъемность. Здесь 2800, а здесь 1500. Мощность та же самая, по минус пятнышке. Калибри пока не рассматриваем. Буревестник. Мощность кабины та же самая, минус 15. Грузоподъемность плюс 5К. Прочка 405, масса 540. И буревестник, кстати, уже обладает перком. Уменьшает расстояние, которое требуется пролететь для активации бонусов, вплоть до 50%. Надо будет эту штуку попробовать с гепардом. В чем суть соосных винтов? Их можно брать и, в принципе, просто в количестве одной штуки поставить на какое-то ведро, переключить его, соответственно, в нужный режим и улететь. Если очень сильно захочется, то можно поставить и два винта, например, вот так. Только они у меня тут не заводятся, но щас заведутся, спокуха. Ща, 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 я выйду. Ага, отлично. Высший пилотаж. А теперь калибри. Несущий винт. Переводит бронеледа в движение. Позволяет поднять его в воздух. Тры-пыры-тры-пыры. Максимальная скорость 90. Грузоподъемность плюс 1200. Мощность кабины минус 4. Рочка 345 и масса 330. Но с одним калибр... С одной калибри эта штука не полетит. Никакая штука не полетит. Итак, вот такая вот хреновая штука калибри. Вешаем ее сюда. Пытаемся что-то... Но получается, если честно, фигня. Будем считать, короче, это милишное оружие, это пила. Точно. Машина постоянно, кстати, косит влево, и вообще ничего с ним не сделаешь. Но если сделать, например, так... Эта штука и она прекрасно летит. На четырех кали... Калибрях. На четырех калибре. Или на трех калибре. Или даже на двух. Главное, чтобы хватало грузоподъемности. Я тут, знаете, что понял? Это ж теперь все оружие надо будет еще в этом воздушном режиме пересмотреть. Помогите. Едем дальше. Конструкционные детали. Ну, можно сказать, четыре на... С одной стороны один, с другой стороны четыре пина. Прочность 38, масса 74 килограмма. Краска огненное небо размазнят. Какая красивая. Далее. Винты калибри на 26 уровне мы получаем. Плюс еще подшипники. Новый декор. Арткрафтеры. Передаю вам пламенный привет. Кстати, здоровый декор. Обратите внимание, всего два пина. Эта вот здесь деталь-то немаленькая. Верх обтекателя левый. Ручка 32, масса 61 килограмм. И крепление на ваших экранах. Верх обтекателя правый. Плюс еще монетки и сундук. Сундук это резерв. Да, это резерв. Так, далее. Тридцать третий уровень. Еще калибри, опять же подшипники, скат фюзеляжа. Ручка 22, масса 41. А вот на 42 уровне всех ждет миноукладчик Голубка. При попадании бомбы в объект окружения с высоты меньше 30 метров снаряд воткнется в поверхность и сдетонирует через 10 секунд. Либо когда рядом окажется враг. Если высота будет больше, снаряд взорвется с увеличенным на 25% уроном, который не будет снижаться по мере удаления от центра взрыва. Жрет эта штука 7 энергии. Прочность 418, масса 1134 килограмма в стоке. Кстати, она такая тяжелая, что 4 калибри, точнее 2 калибри вообще с трудом ее поднимают. И раз! Захожу на цель. Кстати, позеленела сейчас... Охренеть ты! Раскошмаривался. А позеленела сейчас пиктограмма нашего оружия. Это значит то, что мы находимся в минимальной высоте как раз, что на этой высоте бомбы будут работать именно как миноукладчик, а не как бомбы. В том случае, опять же, если нет рядом врага. Если никакой враг не подрывает. Поменял я кабину этому Карлсуну. И еще один заход. По маленькой цели, а по большой. Ай-яй-яй-яй-яй, поторопился немножко. Да, к этой штуке сноровку нужно. И это хорошо. Во, залил. Ну, кстати, вообще чуть ни разу не впечатляет. На такие энергозатраты. Да, последний раз. И жмых. Урон какой-то на самом деле даже смешной, но... Опять же, ладно, новая деталь только приехала. Посмотрим еще, как все это будет баланситься. Далее, 51 уровень. Автопушка-звездопад. Зенитная автопушка стреляет снарядами, летящими по баллистической траектории, которые взрываются при попадании или пролете около цели. Давайте возьмем стоковый звездопад. Ну, 6 энергии он требует. Хрена-то здоровая какая фигуина. Смотри, вообще кошмар. Ну-ка, что там по точкам установки? А, удобная. Кстати, смотри, ее одним пином только можно ставить. Вот, вот так. Давай постреляем с этой фигуины. Надеюсь, я вдлече что-то не посмотрел. Не посмотрел, что там по мессе стало. Натуральный флаг, блин. Хе-хе. Точность. Ой, какая точность. По вертушкам, наверное, стрелять будет самое оно. Это, я не знаю, что за карьер тут болтается. Видимо, так надо. Обещали, кстати, что с этой хреновиной тоже, с такими хреновинами будут связаны ближайшие патчи. Ну, посмотрим, посмотрим. А что касается этой автопушки, с такой-то точностью надо будет, наверное, на тарырке ее попробовать. Ну, или, как минимум, на наземке. А не на чем-то, что в воздухе болтается безостановочно. Многие, кстати, переживали на тему того, что в режиме вертолетов безостановочно будут имбовать самонаводящиеся ракеты. Тогда еще, когда в рамках потасовки нам первый раз дали пожмакать эти винты, эти самонаводяжки, это единственное, что нахрен отбивало желание идти в вертушке. Сейчас это предусмотрели. Насколько это будет эффективно, тот еще вопрос, на самом деле. Я немножечко забегу вперед и покажу вам вот эту хреновину. ЛТЦ-300. Оружие без категории. Тепловая ловушка. Стреляет тепловыми элементами, сбивающими наводку вражеских ракет в радиусе 10 метров от каждого элемента. 105 прочки. Масса 68 килограмм. Не нагревается при стрельбе. Боезапас базовый 50 штук. Но скорострельность у этой хреновины уже 40 осталось. Здесь надо будет очень-очень-очень сильно прямо эффективно рассчитывать. С такой траты смотрел. Как бы все, я здесь пролетел, популял, все-все закончилось. Очень сильно придется рассчитывать трату. Ну и посмотрим еще, как она будет действовать. Насколько эффективна вообще эта тепловая ловушка. Против всех самонаводяшек. Сейчас складывается ощущение, что боезапаса катастрофически мало. Но это опять же заранее приедет на лайфт пожмакаем. Ладно, вернемся назад. Что касается этой автопушки, мы ее в любом случае посмотрим как в режиме полетов, так и в режиме наземки. Далее, 53 уровень. Еще две конструкционки, крылья вертолетов правая и левая. Очень необычные по своей форме. Арткрафты, чувствую, пойдут вообще классненькие. Так, еще подшипники. 63 уровень, снова подшипники, а 64-й снова конструкционки. 67 уровень, новая кабина гиппогриф. При активации на 7 секунд подсвечивает противников в радиусе обнаружения врагов в укрытиях. Перезарядка 25 секунд. Когда еще впервые заанонсили эту кабину, я тогда говорил, что инфосводка будет работать как волхак. Ванговал, то есть, что будет как в режиме своего боя подсвечивать очертания твоего врага, показывать сквозь текстуры. В данный момент, по крайней мере, в данный момент, именно в таком виде она здесь и планируется. Сейчас покажу. Итак, есть у нас, допустим, враг. Допустим, вот этот паук. Залетаем вот сюда и прожимаем кабину. Хоба, видим просто все. Я пилот. 72 уровень, снова подшипники, 73 портрет, 75-й утка. На новый стиль, на новую манер. Я, кстати, не могу понять этого повального увлечения и фанатизма с этими утками, что многие прям коллекционируют, собирают. Ну, ладно, каждому свое, как говорится. А дальше понеслось. Опять же, подшипники, резервы, монетки. И так по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. Ну, и значки механиков там еще тоже болтаются. А теперь поехали про станок. И я исчезаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, ребята, грядет новая эра, судя по всему. Когда все это добро доедет до лайва, мы, естественно, с вами обязательно все посмотрим. Новое оружие, новые кабины и винты с винтами всякой родной пособираем и в потасовку, не потасовку, а в новые режимы полетаем обязательно, посмотрим привычное уже оружие. В этих режимах тоже, конечно же, куда же без этого. Ну и, скорее всего, в этот же четверг, когда выйдет патч, у нас сразу состоится стрим. И с новым режимом, со всем этим, там я уже буду не с прессака, а пойду качать свой аккаунт. Жду всех желающих, короче говоря, на трансляции, но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok